К другим темам. На уроках в школе мы учимся писать, считать и рассуждать. К федеральным стандартам образования в национальных республиках добавляют так называемый региональный компонент – изучение культуры родного края и языка. Исчезновение национальных языков – проблема, которую обсуждают не первый год во всем мире. Как считают специалисты, одна из причин потери интереса к родному языку – неверный подход к его преподаванию. Об этом говорили на конференции Республиканского института образования. Конференция приурочена к юбилеям Юрия Виноградовой и Альбины Волковой. Эти люди посвятили всю жизнь изучению и популяризации чувашского языка. Их опыт показывает, что язык – система, которая постоянно трансформируется. И учителям необходимо быть в курсе языковых новаций. В последнее время наше общество сильно изменилось. Но преподавание не успевает за этими изменениями. Наши дети изменились, школа изменилась. И поэтому на сегодня настал такой момент, что нужно выявить проблемы преподавания родных языков. По данным переписи, сейчас из тысячи человек, проживающих в Чувашии, понимают чувашский около 800. А говорят и пишут и читают на родном языке только 25%. Но при этом почему-то большинство часов в школах отдают не чувашскому языку, а, например, английскому или математике. В такой ситуации педагоги вынуждены выходить за рамки стандартных программ. Нужно проводить очень часто интегрированные уроки. То есть интегрированные уроки, то есть урок русского языка, урок чувашского языка, урок английского языка. А может быть это урок чувашского языка и урок физкультуры. Почему бы, особенно в наших деревнях, на уроке физкультуры не говорить с детьми на чувашском языке? Почему бы на уроке технологий с детьми не говорить на чувашском языке? Интерес к языку, формирование коммуникативной компетентности, как мы говорим, владение языком на уровне функциональной грамотности происходит в среде. Языковеда бьет тревогу. Чувашский язык находится в зоне риска. И через поколение два может полностью исчезнуть. И сейчас перед учителями и преподавателями стоит непростая задача – перестроиться самим и изменить подход к преподаванию языка. Отчасти именно от них зависит, будут ли говорить на чувашском ближайшее десятилетие. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Сверев, Республика.